Итоги уходящей среды И много-много радости детишкам принесла Прям не ожидал, что такой сюрприз, что меня прям весь ДК поздравлять будет В Бобруйске прошло главное новогоднее представление, каким 2021-й стал у наших детей Тематическое граффити спасатели сделали городу подарок Служба МЧС всегда придет на помощь Где найти безопасное творчество А также проект Конституции, классное руководство и холодный прогноз В четверг в Беларуси ожидается снег и до минус 18 градусов Визит с пометкой важный Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным Местом для диалога выбрали Константиновский дворец в Стрельне На повестке дня актуальны вопросы белорусско-российских отношений В ходе встречи президентами достигнута договоренность о кооперации в авиастроении Я вам очень благодарен, очень благодарен вам лично, прежде всего За то, что вы сделали для Беларуси и за ту поддержку, которую вы оказываете нам Не хочу вам вести, дело не в лесте А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим или просьба Вы делаете поручение, тем иным людям Отзываются и компании российские, и правительство российское, и банки Идут навстречу, поддерживая нас в это трудно-санкционное время Вы помните, что как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу никогда не останемся Белорусы в долгу не останутся Экономика в Беларуси находится в хорошем состоянии Финансы просто, и, по-моему, профицит даже какой-то намечается То есть, в целом, Беларусь для нас надежный партнер Даже исходя не из каких-то политических соображений А исходя из того, как складывается ситуация в экономике, в реальном секторе экономики В этом смысле, мне кажется, мы многого добили за последний год И надеюсь, что так и будет в следующем Главы государств подтвердили планы проведения совместных учений на территории Беларуси в 2022 Александр Лукашенко подчеркнул важное сотрудничество двух стран в оборонной отрасли и военно-промышленном комплексе И вот она нарядная Во дворце искусств зажгли главную елку города Новогодний праздник собрал самых талантливых ребят Для них музыкальная сказка, хороводы и, конечно, подарки от мэра Бобруйска Как это было, смотрите сейчас Во дворце искусств не смолкает детский смех Сегодня здесь самые талантливые ребята Отличники в учебе и спорте, победители олимпиад и творческих конкурсов Для каждого из них 2021-й стал годом личных успехов Было очень интересно, нашла много новых друзей Было мало буквально везде, где хотела Использовала свои мечты В учебе все хорошо было, одни девятки-десятки Хорошо, что прошли мои день рождения, а никто у нас не болел в этом году Я, ну, бабушке помогал, дедушке там картошку копал, не знаю А учился как? Хорошо учился Какие оценки в дневнике? Десятки-девятки Тетради и учебники можно отложить в сторону Наступает время волшебства Дети ждут чуда, взрослые исполняют мечты Попасть на главное новогоднее представление города Желание многих мальчишек и девчонок Ведь поздравляет юных бобручан сам мэр Бобруйска Хочу вам пожелать здоровья Чтобы вы обрели новых друзей И самое главное, чтобы все, что вы себе задумали в Новый год У вас получилось И, конечно, каждый ребенок получает подарок Александра Студнева тоже с пустыми руками не отпускают От детей блестящий шар с копией главной елки на площади Ленина Но на этом сюрпризы не заканчиваются В зале есть именинник Леша Карпов этот день рождения точно запомнит навсегда Ведь не на каждый праздник тебя лично поздравляет председатель горисполкома Ребята, а теперь все вместе с днем рождения! С днем рождения! Мы не сказали то, что сюрприз будет Но я прям не ожидал, что такой сюрприз Что меня прям весь ДК поздравлять будет А теперь сказка Ребята отправляются на восток На сцене Дворца искусств Новогодние приключения Аладдина Любовь, дружба, испытания И, конечно, победа добра над злом По-настоящему волшебная история А ведь та самая волшебная сила живет в каждом из нас Это доброта и любовь Взаимопонимание и поддержка Поэтому в эти новогодние дни Так важно помочь сохранить веру в чудо Максим Кембель, Станислав Чичерин Максим Калеонко, Бобруйск, 360 Нешуточное дело В Бобруйске продавец обнаружил в кассе Подозрительную банкноту номиналом 20 рублей Оказалось, она напечатана на принтере Вскоре оперативника задержали 18-летнюю лицеистскую И 21-летнего неработающего парня Поддельные купюры они дали знакомым ради шутки Предупредив, что деньги не настоящие Однако приятели все же решили пустить их в оборот Позже сотрудники БЭП изъяли еще 7-20 с одинаковым серийным номером По факту изготовления избыта поддельных денег Возбуждено уголовное дело Общественное обсуждение, праздничный экспресс и купленная елка За незаконную вырубку новогодних деревьев грозит штраф Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В стране продолжается общественное обсуждение проекта обновленной Конституции Больше 300 предложений и замечаний уже обрабатывают В Национальном центре правовой информации Именно его сотрудники отвечают за обратную связь После запланирован референдум На нем белорусы сообща примут окончательное решение Учителя с нового года будут больше получать за классное руководство Надбавка в размере 207 рублей предусмотрена для педагогов Которые выполняют также функции преподавателей-кураторов Учебной группы в учреждениях профессионально-технического И среднего специального образования БелЖД назначила более 100 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники С учетом растущего спроса на перевозки Компания увеличивает количество мест для проезда пассажиров в составах назначенных ранее Два поезда будут крусировать с 31 декабря по 2 января По маршруту межрегиональных линий бизнес-класса «Минск-Гомель» За незаконную вырубку ели или сосны грозит штраф от 145 до 870 рублей Лесная охрана вплоть до Нового года регулярно проводит профилактические рейды Заготовка праздничных деревьев для продажи ведется на специальных плантациях Специализированные базары открылись еще на прошлой неделе Осадки до 18 градусов мороза ожидаются в Беларуси в четверг Утром и днем местами прогнозируется гололед, слабый туман Ночью временами пройдет мокрый снег, по западу с дождем На отдельных участках дорог возможно гололедица 31 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, осадки и до плюс двух От качества жизни до психологического благополучия В третьей поликлинике прошел семинар по реализации концепции проекта «Активное долголетие» В зале председатели первичных ветеранских организаций и пожилые граждане В центре внимания самое главное – наше здоровье, высший приоритет И одна из основных целей концепции устойчивого развития города Такие встречи – отличный повод услышать мнение жителей Самое главное сейчас организовать взаимодействие и вовлечь людей в эту общую работу Чтобы они не были сторонними наблюдателями этого процесса А чтобы они понимали, что только при их непосредственном участии, при их активной позиции Нам удастся решить все поставленные задачи И главное – добиться тех результатов, которые будут потом выражаться в индикаторах А индикаторы – это наша жизнь, это наше общество, это наше лучшее будущее На которое все мы рассчитываем и работаем сегодня на него Третья поликлиника – победитель областного конкурса «Практик» По реализации стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035-го На базе медучреждения вот уже 5 лет успешно функционируют центры активного долголетия Пожилым рассказывают о рациональном питании и занимаются с ними арт-терапией Опытные врачи-реабилитологи учат дыхательной и общей укрепляющей гимнастике С комплексом таких упражнений можно было ознакомиться прямо на семинаре Огни праздничной ночи Город уже вовсю сияет, на площади появляются светящиеся футраки, палатки с сувенирами Но перед торжеством – проверка от Госэнергогазнадзора Чтобы избежать ЧП, специалисты смотрят проводку, гирлянды и рекламное освещение И только потом допускают к работе До Нового года два дня Тем временем город готовится отмечать Уже сияет иллюминация, устанавливают палатки с едой и сувенирами В этот период Госэнергогазнадзор проверяет электроустановки сцен, футтраков и торговых точек Электроустановки при осмотре должны соответствовать требованиям проектной документации Непосредственно выполнены электрофизические измерения Электроустановки, то есть розеточные группы, электрические шкафы, гирлянды должны быть подключены через устройство защитного отключения Электропроводка должна находиться от 3,5 метров над проходом и от 6 в местах проезда Обязательный пункт – получение допуска от инспекторов энергетического надзора Чтобы праздники не закончились бедой, есть правила и для домашних украшений Первое правило установки – елка должна стоять прочно и не шататься И, конечно, подальше от обогревателей печи А уже потом можно переходить к шарикам и мишуре Если планируете повесить стеклянные украшения, проверьте, чтобы до них не смогли добраться дети или животные Лучше и вовсе использовать пластиковые или деревянные игрушки Ну и, конечно, перед тем, как повесить электрогирлянду, ее надо сначала проверить, убедиться, что она исправна И затем уже украшать елку Особое внимание к старым фонарикам Обязательно проверьте изоляцию проводов И главное – выключайте гирлянды на ночь и уходя из дома Тогда память телефона заполнится только счастливыми фотографиями Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Красочной безопасности В Бобруйске появилось новое граффити от МЧС Рисунок украсил новостройку возле бетонки в пятом микрорайоне На изображении надпись «Безопасный мир глазами детей» и номер 112 Такой подарок сделали спасатели бобруйчанам в преддверии праздников Я хочу поздравить искренне всей души жителей города Бобруйска с удопающим Новым годом Хочу пожелать всем крепкого здоровья Чтобы жизни наших бобруйчан как можно реже случались чрезвычайные ситуации Но если же что-то произойдет, то служба МЧС всегда придет на помощь Граффити от спасателей есть еще в двух частях города На строителей и Гагарина Такие рисунки – один из самых доступных и эффективных способов рассказать о безопасности Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok